Минэконома развития страны запустила сервис, как его могут использовать инвесторы и как она поможет развивать бизнес, смотрите в программе. Лауреаты федерального этапа бабушкиных сказок, авторы лучших презентаций и не только, подведены итоги акции партийного проекта «Мир возможностей». Самые отважные мальчишки и девчонки вышли на старты «Дуатлона». Он прошел в Карачаевске в рамках Всероссийского фестиваля «Притяжение». К Всероссийской акции «Ночь кино» присоединилась и библиотека имени Халимат Байрамукова, в стеной которой собрались жители и гости города. Здравствуйте, в эфире телеканал «Россия-24» Карачаева, Черкесия. Будут инвестиции, будет развитие. Само по себе их привлечение и их размещение может дать хороший результат в развитии экономики странной. В этих целях Министерством экономического развития России разработана инвестиционная карта. Какие стоят задачи и как это будет работать, расскажет Альбина Ламкова. По сути, инвестиционная карта будет служить и механизмом в подборе площадок для инвесторов. Сервис запущен в пилотном режиме на территории Северо-Кавказского федерального округа. Затем реализует во всех регионах страны и станет единым окном для потенциального инвестора. В планах выстроить организационную модель работы, прописать четкие регламенты передачи информации. У инвестиционных команд субъектов России уже есть опыт сбора этих сведений, полученный при разработке собственных инвестиционных карт в рамках работы по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Сбор региональных карт в единую систему – закономерный итог этой работы. Также в карту встроен фильтр, который упрощает поиск объектов. Подходящую инвестплощадку можно найти, отсортировав объекты по формату, площади, стоимости, преференциальным режимам и просто выбрать интересующую локацию. Можно также сравнить регионы по заданным фильтрам. Например, по количеству преференциальных режимов, уровню тарифов и налогов. Также мы предусмотрели дополнительную аналитику. Это информация о средней и заплате, населении, зонах покрытия, сотовой связи. Функционал системы позволяет инвестору проанализировать условия реализации своего инвестпроекта в разных регионах, узнать о доступных мерах поддержки и подать заявку на подходящую инвестплощадку. Это новый удобный инструмент для инвестора, с помощью которого можно подобрать локацию для бизнеса, а также выявить факторы, которые могут повлиять на развитие проекта, узнав наилучшие объекты потребительского рынка, какие полезные ископаемые находятся в непосредственной близости от выбранной инвестиционной площадки. Немаловажной является инфраструктура и действующие меры поддержки. В нашем регионе мы уже приступили к его формированию. Данная работа также проводится в рамках послания главы республики, в ходе которого он дал поручение сформировать план инвестиционного развития каждого муниципального района. И, собственно говоря, мы к этой работе приступили. И в рамках этой работы уже системно приступаем в том числе и к сбору всей необходимой информации для наполнения инвестиционной карты. Инвестиционная карта поможет более глубоко проанализировать, какая площадка подходит для того или иного бизнеса, и точнее принятые решения для вкладов. Мы живем в не самых простых условиях, и мы все понимаем, что нам нужно предпринимать конкретные меры, конкретные шаги для того, чтобы улучшать экономическое состояние не только нашего региона, но и страны в целом. И у руководства наших муниципальных образований, безусловно, это понимание имеется. Руководство районов будет принимать участие не только в организационных вопросах. Их помощь предусмотрена в качестве ответственного лица за принятие решений в последующих переговорах. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашебоков, Вести Карчаева, Черкесия. Подведены итоги акции партийного проекта «Мир возможностей». В региональный штаб «Единой России» были приглашены победители в нескольких номинациях. Карчаево-Черкесию представляли 120 школ и 50 детских садов. Так, лауреатом федерального этапа «Бабушкиных сказок» стали сразу два детских сада Хабецкого района. Руководители и воспитатели дошкольных учреждений вместе со своими подопечными подготовили презентации, которые были оценены жюри наивысшими баллами. А ученицу средней школы Аула Жако Дину Хашукаеву эксперты отметили за ее работу «Здоровое питание в школе и дома». Теперь она в числе детей из разных регионов России, также победители конкурса «Мир возможностей» отправятся в Международный детский центр «Артек». Я в садике работаю уже 33 года. Мои внучки с удовольствием, внучата, ходят в детский сад. И мы с внучкой Дамалаевой Дариной поучаствовали в проекте «Бабушкиные сказки». Дети очень любят сказки, они по вечерам просят читать. Я проводила уроки в начальных классах, снимала видеоролики на соответствующую тему. Я рада, что я поеду в «Артек». Это отличное место для саморазвития и для новых знакомств. В Крачево-Черкесии стала добрая традиция проведения фамильных сборов. Из самых отдаленных уголков приезжают яркие представители своего рода. И пожилые, и молодые, и мужчины, и женщины, которые связаны единой общностью, собираются вместе для того, чтобы укрепить родственные связи, наладить тесную связь поколений и наметить планы на будущее. На этой неделе в Черкесске прошел сбор рода Чагаровых. Подробности у Мурата Джанкёсова. Впервые фамилия Чагаровы встречаются в летописях духовенства 18 века. По одной из версий происходит от турецкого слова «чакар», которое означает «клин» или «кинжал». В старину это слово использовалось в значении «славы», «известности». Таким образом, можно предположить, что Чагаровы были древними воинами или имели какое-то другое, выдающееся звание. Фамилия Чагаров встречается в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Осетии, Ставрополье. Это свидетельствует о глубоких корнях и древних традициях. Чагаровых самый дальний предок Хаджимет. Откуда он пришел, мы не знаем, но на протяжении столетий свято чтим те традиции, которые он заложил в основу нашего рода. И сегодня важно сохранять преемственность поколений, приумножать традиции и передавать следующему поколению. Сегодня представители рода Чагаровых принимают самое активное участие в общественно-политической, социально-экономической, культурной и спортивной жизни республики. Мы хотели бы, чтобы мы были не только там, а в первых рядах, вот в таких случаях. Чтобы мы должны быть примером. Хотя нас мало, но мы должны быть именно примером вот в этих случаях. Поэтому мы гордимся своей родиной, большой родиной и малой родиной. Поэтому от души у нас есть многие ребята, которые сегодня стоят на первых рядах. Мы гордимся ими. Фамильный сбор – это настолько важное мероприятие, что на него приезжают из самых дальних городов и стран, как, например, Дженнис Чагаров, проживающий в Америке уже много лет. Сегодня просто потрясающий день. Я получил много положительных эмоций. Трудно передать, насколько это важное мероприятие для сохранения традиций и обычаев моей малой родины. Одним из самых важных составляющих фамильного сбора Чагаровых является связь поколений. Важно передать молодым традиции и обычаи, которые присущи Чагаровым на протяжении веков. Пускай молодежь знает друг друга. И все будем знать друг друга. Фамилия большая. Все равно не всех знает. Не все люди друг друга знают. Будем знакомиться, будем друг друга. Знать. Будем молодежь знакомить друг с другом. Обычаи будем молодежи вникать. Чтобы, во-первых, мы друг друга узнали. Если будут какие вопросы в жизни, надеемся, что они только будут положительные, ну, мало ли, если у кого-то какая-то помощь понадобится, чтобы мы могли друг другу помогать, друг друга поддерживать. В программе праздника много песен, танцев и подарков. Общим решением было объявлено, что сбор рода Чагаровых будет проходить периодически на постоянной основе. Мурат Шинкезов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаево, Черкесия. В Карачаевске прошел второй этап детского дуатлона «Айронята-2023». Дуатлон состоялся в рамках проведения Всероссийского фестиваля «Притяжение-2023». Несколько незабываемых часов скорости соперничества и детского азарта никого не оставили равнодушным. В первую очередь родители, которые в этот день примерили на себя роль волонтеров. Дуатлон – это вид спорта, включающий в себя этап бега, затем этап велогонки и затем еще один этап бега. Самые отважные мальчишки и девчонки городского округа вышли на старты дуатлона. Все они добежали и доехали до финиша. Победителям и призерам вручили грамоты, памятные призы и сладкие подарки. «Наш фестиваль, именно спортивный фестиваль, фестиваль дуатлона, так называемых двух видов спорта, которые проходят одновременно. И мы, соответственно, проводим наш фестиваль в рамках фестиваля «Притяжение», который также проходит на территории Карачаева-Черкесии. Формат – это детский фестиваль, в первую очередь, выступают дети от 8 до 13 лет. Ну, соответственно, поддерживаем и популяризируем спорт среди детей. «Программы пока на этот год у нас были «Бег-велосипед», то есть это дуатлон. Но как представитель триатлона в следующем году мы уже собираемся подключать, конечно, и плавание, чтобы это был уже полноценный олимпийский вид спорта, который уже на протяжении более 10 лет участвует в программе олимпийских игр». Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамукова присоединилась ко всероссийской акции «Ночь кино-2023». Участники мероприятия смогли погрузиться в мир отечественного кинематографа и проверить себя. Подробнее расскажет Дарья Тендит. На праздник кино в зале библиотеки собрались читатели, студенты, жители и гости города. Алана Халитова на протяжении шести лет регулярно посещает библиотеку. И была рада, что такое мероприятие проводят именно здесь. Она поучаствовала в квизах, угадая фильм по мелодии, по фрагменту, по фразе и получила памятный сувенир. Увидела вывеску «Кино-ночь» в 2023 год, поэтому я так и тут оказалась. А что тебе больше всего понравилось? Киноквиз. Показывали отрывки из фильмов, а мы должны были угадать. Мне вот это больше понравилось. Сотрудники библиотеки подготовили для участников «Кино-ночи» комплекс просветительских мероприятий. Организовали книжно-иллюстративную выставку из фондов Главной библиотеки Республики «Мир российского кино». Заведующая отделом общего абонемента Люаза Тикеева рассказала об истории кино, о новых книгах и порекомендовала лучшие произведения. В 1897 году в Париже в синематографе «Братьев Люмьер» были показаны первые киносеансы. С этого и это было в Париже на бульваре Капуцинов. Есть такая кинокомедия. С этого момента и начинается триумфальное шествие кинематографа по всему миру. Уже восьмой раз Государственная национальная библиотека принимает участие во всероссийской акции «Ночь кино-2023». Мероприятие проводится с целью приобщения подрастающего поколения к чтению и популяризации отечественных литературных произведений. Интерес проявляют именно кино, а потом уже обращаются к нам и впоследствии они более одухотворенно уходят от нас. Это самое главное. Вы знаете, что на сегодняшний день очень тяжело приучить наших детей к чтению высокохудожественной литературы. Но крайне это нам необходимо, потому что литература – это жизнь. Мероприятие закончилось показом нового российского фильма «Вызов». Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудники подразделений вне ведомственной охраны Росгвардии приняли участие в чемпионате по мини-футболу в памяти старшего сержанта милиции Рашида Кушхова, погибшего при исполнении служебных обязанностей 15 лет назад. Команды встретились на стадионе «Нарт» в Черкесске. В торжественном открытии спортивного мероприятия принял участие заместитель начальника регионального управления вне ведомственной охраны Росгвардии подполковник полиции Виталий Безуглов и вдова Рашида Кушхова Людмила. Собравшиеся вспомнили подвиг правоохранителя, который погиб при задержании вооруженного преступника 25 декабря 2008 года и почтили его память с минутой молчания. В упорной борьбе за право стать обладателем Кубка боролись 8 команд. По итогам встречи первое место заняла команда отдела вне ведомственной охраны по Черкесску, второе досталось Усть-Джигутинскому району, замкнули тройку призеров представителей Зеленчукского района. Победители и призеры были отмечены дипломами и ценными подарками. До начала нового учебного года остается два дня. Кто-то с радостью ждет этого события, кто-то волнуется, например, первоклассники и их родители. К первому звонку готовятся не только ученики, но и педагоги республики. Насколько школы Карачева-Черкесии готовы к приему детей? Какие нововведения ждут наших школьников в новом учебном году, рассказала министра образования и науки республики Инна Кравченко. С ней встретилась Ольга Савенко. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.